Здравствуйте дорогие друзья! Это видео посвящено клавишам-разъемчикам нашего прекрасного Nokia E5. Итак, поехали! В верхней части находится у нас датчик освещения, динамик, прекрасная надпись E5, Nokia, ниже система управления. Значит, это подложка, скорее всего, металл, или же это такой довольно интересный пластик, но я думаю, что все-таки это такая вот, больше все-таки металл. Клавиша назад, клавиша функции, отмена вызова, прием, клавиша многофункциональная, значит, это сообщение, на нее можно и другие функции назначить, и клавиша домой. В нижней части находится вот такая вот прекрасная полноразмерная клавиатура QWERTY, здесь находится микрофончик. Дальше переворачиваем телефон с правой стороны. Здесь находится такая специальная кнопка для раскрытия задней крышки. Вот она здесь есть с правой стороны, есть она и с левой стороны. То есть, мы одновременно нажимаем и раскрываем корпус. Дальше поехали. В верхней части находится микро-USB разъемчик под заглушкой, вот такой прекрасный. 3,5 мм разъем стандартный для подключения гарнитур, наушников и так далее. 2,5 мм для подключения питания. Закрываем. С правой же стороны есть злосчастная, злополучная кнопочка регулировки громкости. Почему я так это сказал? Потому что кнопка совершенно неудобная. Во-первых, она утоплена в корпус. Во-вторых, она очень жесткая и ход у нее минимальный. И нажимать на нее просто пальцем практически невозможно. Либо приходится прилагать довольно большое усилие на нее. Поэтому я обычно, если громкость регулировал, то только конкретно ногтем и нажимая конкретно в эти места. По-другому довольно тяжело регулировать. Дальше, с левой стороны нет разъемчиков. Что у нас сзади? Сзади у нас металлическая крышечка, динамик, модуль камеры 5-мегапиксельный, без фокуса и вспышка. Вот, собственно, все, из каких элементов состоит наш прекрасный телефон. Что касается материалов. Материалы здесь использованы очень качественные. Во-первых, это металл. Во-вторых, сам пластик, сам по себе пластик очень-очень прочный. Мне кажется, если даже телефон упадет, например, на асфальт, то он не разобьется и, может быть, останутся только следы. Такие вмятины, можно так сказать, на телефоне. Потому что на вид, ну, действительно, очень мощно сделан. Такой вот пластик а-ля 90-х годов. Но это и хорошо. И здесь точно такой же пластик. Значит, вот, единственное, что экранчик, поверхность экранчика мне не очень понравилась. Глянцевая. И вот буквально за 3 дня на ней появились какие-то наноцарапины, если так можно сказать. Мелкие царапинки. Хотя я телефон таскал в чехле. Вот, тем не менее, они появились. Ну, плюс, конечно, еще вот он немножко маркий. Хотя, конечно, все стирается-то очень легко. То есть, проблем с этим не возникает. Вот мы можем протереть. Хотя, что-то так следы так все-таки остаются. Ну, во включенном режиме экрана у нас их не видно. Ну, собственно, все. Всем спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.